Это новости нашего города и мы продолжаем. Испорченные вещи насквозь мокрые полы и стены в ржавчине. Вот так для жителей нескольких квартир дома номер 36 по улице Республики начался отопительный сезон. Не выдержав давления, батарея в одной из квартир раздулась и попросту взорвалась. Жильцы пострадавших квартир масштабы случившегося описывают не иначе, как коммунальная катастрофа. Вот так выглядит батарея в квартире Саламовых. Когда подали тепло, радиатор сильно раздулся. Нагрузка в системе дома оказалась непосильной даже для крепкого металла. Полностью квартира забита. Начиная отсюда, зал, пойдемте покажем, если вы хотите. Прихожая, с прихожки в коридор. С коридора, лестничный проем полностью забито водой было. В тот злополучный день никого из жильцов этой квартиры дома не было. Это, говорит глава семейства Салам Исмогилович, к счастью. Иначе пострадали бы не только материальные ценности. Обычно всегда ходили у нас сантехники по домам. Мы смотрели, не потыкает ли где-то что-то, не завоздушены ли батареи, какая-то часть, какой-то комнаты. Этого не было вообще сделано. Просто полностью был открыт этот кран, который высокого давления, который идет на отопление. И результаты чего произошло вот это. Оценить масштабы того, что произошло, можно по кадрам любительского видео. Снимали его хозяева квартиры на камеру мобильного телефона. Вот жильцы трешки вместе с соседями собирают воду. А вот сушат документы, которые, как и мебель, и стены испорчены ржавчиной. Отмыть ее сетует хозяин. Нереально. Скорее всего, все испорченные вещи придется выбросить. Разве это отстирается когда-нибудь? Это, возьмите. Здесь все документы у нас лежали под диваном. Вот, посмотрите, вот здесь что творится. Все подушки, все это. Весь диван пропитан. Видно же, что он новый диван. Сосед Саламовых по дому и товарищ по несчастью Алексей вместе с женой и тремя детьми вынужден теперь ютиться у родственников. Пока квартира не просохнет, жить в ней невозможно. Вот это вот вода, все тут мокрое. Дырки специально сверлил, чтобы вода уходила в пол. Потому что через порог к соседу оштекло. И там вообще плитка отвалилась. Вот соседи боятся вообще в таком утех ходить. Потому что, ну, чтобы не провалились, там перекрытие неизвестно какое. Специалисты советуют для начала выяснить причину случившегося. Иными словами, сдать батарею на экспертизу, которая покажет, что именно могло вызвать такие последствия. И в конечном итоге определить ответственного за произошедшее. Тогда у людей будет понимание, кому следует предъявить претензии. Правда, уже в судебном порядке, если вина все-таки на совести управляющей компании. Теперь самое интересное. С 8 сентября дом от управляющей компании «Крепость» передан в УЖХ. Соответственно, новую управляющую эти проблемы решать вряд ли будет. А что касается «Крепости», эта компания банкрот. В общем, как и прежде, проблем в ноябрьской коммуналке много. И все чаще эти проблемы загоняют людей в практически безвыходные ситуации. Ксения Епшева, Виталий Харченко. Новости нашего города. В непростой ситуации оказался один из ноябрьских автовладельцев. В нашу редакцию попали кадры, на которых видно, как чем-то расстроенная дама подошла к припаркованному в жилом дворе автомобилю, достала из сумочки молоток и стала бить по лобовому стеклу. Чем обидел ее владелец транспорта, неизвестно. К слову, подобное порче имущества преследуется по закону. Если вы стали свидетелем какого-то происшествия, успели запечатлеть это на видео или фотокамеру, присылайте материалы в группу ВКонтакте «Новости наших горожан». По итогам месяца будет выбран самый активный пользователь, чье видео наберет большее количество лайков от подписчиков. Автор получит приз от издательского дома «Благовест». Время высокой музыки. В рамках благотворительного турне единственный концерт на Ямале дал заслуженный артист России, прославленный на весь мир скрипач Дмитрий Коган. За год-полтора он планирует посетить все, без исключения регионы страны, а средства, вырученные в ходе поездок, пойдут на поддержку талантливой молодежи. Великие произведения классиков, уникальная скрипка и неповторимая игра маэстро покорили и ноябрьских слушателей. Кирилл Мигель послушал и впечатлился. Десятки артистов, тысячи произведений, но ничего подобного здесь еще не было никогда. Его на ура принимали Сидней и Лондон, Нью-Йорк и Париж, Стамбул и Прага. Рукоплескали многотысячные залы практически всего мира. Он первым среди скрипачей дал концерт на Северном полюсе и сыграл на подводной лодке. На сцене детской музыкальной школы номер два Дмитрий Коган. Живая легенда. Человек, музыкант, гений. Все, кто собрался в этом зале, это как раз любители, ценители тонкого искусства, искусства великой музыки. Я уверена, что мы насладимся сегодня этим замечательным вечером и в памяти у себя оставим доброе, хорошее воспоминание. За роялем лауреат множества международных премий, пианистка из Екатеринбурга Ирина Макарова. Творческий союз скрипача и концертмейстера длится вот уже четыре года, но отрепетировать концертную программу до последней ноты они не могут до сих пор. Потому что каждый раз он играет по-разному, он никогда не повторяется. Очень многое зависит от настроения, от публики, которая сидит в зале, от этой энергетики, которая создается в процессе музицирования на сцене. Поэтому для меня это всегда очень, ну просто большой подарок. Пальцы перебирают черно-белые клавиши, из стороны в сторону гуляет смычок. В программе концерта исключительно шедевры мировой классики. Звучит концертная рапсодия Мариса Равеля. Произведение посильное для исполнения разве что виртуозом. Как вдруг на совершенно уникальном инструменте рвутся струны. Ну а пока в зале вынужденный перерыв, расскажем одну весьма занятную историю. 2009 год. Москва. Под сводами подземного перехода скрипка работы Джованни Батиста Гвадонине начала 18 века словно поет сложнейшее произведение Баха. Публика неохотно бросает в шляпу музыканта мелочь. За 40 минут такого вот соло ни один прохожий так и не распознал в попрошайке известного на весь мир маэстро Когана. Бытует легенда, что однажды во время концерта порвал практически все струны и музыкант, чье имя стало синонимом музыки Никола Паганини, но все же сумел доиграть произведение до конца. На это у гения наших дней есть один, но очень убедительный ответ. В тот момент итальянец играл собственную импровизацию. Кстати, в репертуаре Дмитрия Когана все 24 каприза Паганини, которые ранее считались неисполнимыми. Вместе с великим скрипачом в Ноябрьск приехала не менее великая скрипка. Знаменитый робрихт работы Джузеппе Гварнери 1728 года. За три века она звучала при дворах Екатерины Великой, Марии Антуанетты и короля Швеции Густава Третьего. Ее рыночная стоимость оценивается примерно в 16 миллионов долларов. Это около 600 миллионов рублей. Но для мира музыки все эти цифры – сплошная блажь. Инструмент и его уникальный голос бесценны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не бывает публики холодной и теплой. Любая публика, она можно сделать так, и артист обязан сделать, чтобы она чувствовала сердце. Биение сердца артиста должна чувствовать публика. А ее географическое расположение – это человек. Он и в Лондоне человек, он и в Москве человек, и в Ноябрьске, и в Пекине. Это же человек. Он чувствует. Поклонники еще долго не отпускают артиста со сцены. Автографы, фото на память. Это был первый и пока единственный концерт Дмитрия Когана на Ямальской земле. Вероятно, следующего любителям инструментальной музыки придется ждать еще очень и очень долго. Но как бы ни повернулась судьба, для Ноябрьска это было время прикосновения к настоящему искусству. Искусству высокой музыки. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города. Ну а перед концертом маэстро Коган дал небольшую пресс-конференцию, на которой присутствовали и заместитель губернатора Ямала Наталья Фиголь, и депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкей. Прославленный скрипач ответил на ряд вопросов от журналистов, местных и региональных СМИ, а также представил публике компакт-диск с собственными записями. В рамках федерального благотворительного проекта «Время высокой музыки» он был передан в абсолютно каждое учебное заведение страны музыкального профиля. Замечательно, что даже в такие далекие северные регионы приезжают представители искусства, музыки. И это очень здорово, потому что в округе очень много делается для детей, для молодежи, для их духовного культурного развития. И будем надеяться, что такие встречи будут частыми. Позвольте поблагодарить вас от лица всей нашей партийной организации «Единая Россия» и от лица всех жителей Нимауниинского округа за этот визит. На самом деле ждали с нетерпением. Уверен, что наше гостеприимство, наш город, наше родное Нима вам понравится. Счастлив здесь выступить с благотворительным концертом и очень рад, что теперь в моей жизни есть возможность выступить в малых городах. Я это особенно ценю и я очень люблю выступать перед такой публикой, среди которой немало и настоящих ценителей, и очень чувствующих, и духовно развитых. Еще одним значимым событием недели стал международный турнир на Кубок Президента России по тяжелой атлетике. Под своими знаменами он собрал в ноябрьске более 50 атлетов из 16 стран, географически разбросанных по всему земному шару. Суммарный вес, который подняли участники соревнований в месте взятые, превысил 9 тонн. Сильное мир осего. Кирилл Мигель наблюдал за битвой настоящих титанов. Выходят на арену силачи и рукоплещет восхищенный зал. 50 спортсменов, 30 судей высшей категории, 16 стран мира. Соревнований такого масштаба никогда не было не то, что в ноябрьске, на всей ямальской земле. По самым скромным подсчетам за Кубком Президента по тяжелой атлетике следят около 200 миллионов человек. Прямую трансляцию состязаний ведут сразу несколько федеральных и зарубежных каналов. Стандартная схема. Два упражнения. Рывок и толчок. Чем больше взятый вес, тем выше итоговое место в турнирной таблице. Разборы полетов в разминочной зоне. Кто-то согревает мышцы перед выходом на помост, кто-то готовится психологически. Каждый атлет, как один заявляет, твой главный соперник – это штанга. Инвентарь для турнира привезли из самой столицы. Он отвечает всем международным требованиям. Его закупка обошлась Федерацией тяжелой атлетики в 4,5 миллиона рублей. Кстати, после соревнований и блины, и грифы останутся в ноябрьске. На помосте главная сенсация Кубка Президента. Наш соотечественник Егор Климанов. Уроженец Нижнего Тагила со штангой не расстается с 9 лет. Тренировки в полуподвальных залах и резкий взлет на атлетический Олимп. Егор – единственный из сборной России, кому удалось вырвать золото. Он и представители Египта в сумме набрали по 373 килограмма, но при взвешивании выяснилось, что россиянин легче соперника на полкило. И самое главное – о том, что Егор – участник соревнований, сам он узнал меньше, чем за месяц до выезда в Северный Ноябрьск. Я сразу пошел в зал и упорно три недели пытался восстановиться, чтобы снова поехать и выступить. Сейчас буду готовиться дальше. Спартакиада у меня бывает отбор на Европу до 24 лет. В ноябре у меня будет проходить Европа. И туда я буду уже готовиться, показывать большой результат. Большие результаты здесь показывали и большие, в прямом смысле слова, люди. Самая зрелищная часть соревнований – состязание супертяжеловесов. Блины на концах штанги настолько тяжелы, что под их весом играет гриф. Удержать такую ношу над головой под силу далеко не каждому. Богатырь с Кубани Антоний Савчук был близок к абсолютному рекорду. Парень 95-го года рождения уступил лишь трехкратному чемпиону мира. И победителем в данной весовой категории становится Далека Марси Республика Пульша. Я участвовал не в привычной для себя весовой категории, и результаты оставляют желать лучшего. Потому что 410 килограммов в сумме – это не так много. Но самое главное – это то, что я смог выиграть. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил Ямалу провести этот международный турнир. Я думаю, что у нас это получилось. Лучшей командой турнира, гордостью каждого, кто пришел поддержать россиян, стала именно наша сборная. В общем счете, атлеты завоевали пять медалей. В знак почета и уважения звучат ноты национального гимна. Впрочем, Кубок Президента для участников, по большому счету, лишь закуска. Впереди основное блюдо – Олимпийские игры 2016 года в Рио. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok